МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Время новостей на АТР. Вы смотрите ЗАМАН. 31 января в студии София Бляева. 300 нот протеста отправила Министерство иностранных дел Украины к Российской Федерации с требованием освободить украинских политзаключенных. Об этом сообщила спикер Министерства Марьяна Беца. Кроме того, украинские дипломаты собирают доказательства преступлений России против крымско-татарского народа, чтобы защитить их права в международных судах. Итоги четвертой годовщины оккупации Крыма подвели в Европарламенте в Бельгии. Специально на заседание пригласили лидера крымских татар Мустафу Джемилева и заместителей председателя Межлиса Наримана Джеляла, Ахтема Чайгоза Ильми Умерова. О чем говорили и к чему призывали европарламентариев далее в сюжете. 1432 день аннексии Крыма. С таких слов начал вступительную речь лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев. Во время доклада рассказал, Россия после аннексии уничтожила все свободные СМИ на полуострове, заставила крымчан получить российское гражданство и начала репрессии против коренного населения. По словам лидера крымско-татарского народа, за время оккупации полсотни крымских татар похитили. Шесть замучили до смерти, 16 людей пропали без вести. О жертвах России говорил и заместитель председателя Меджлиса Ахтем Чейгоз. Наш народ всегда жил с тревогой присутствия рядом такого коварного, жестокого соседа, как Россия. А сколько людей наш народ хоронит почти каждый день от воздействия вот этого психологического террора. По словам Эльми Умерова, более 90% крымских татар не поддержали так называемый референдум. Заместитель председателя Меджлиса призывает европейское сообщество не поддерживать выборы президента в России. Считает это аморальным, ведь выборы назначили на 18 марта, именно в годовщину аннексии Крыма. Это не действительные выборы. И каждая страна, в том числе ведущие страны мира, я считаю, что имеют полное основание не признавать результаты выборов Путина 18 марта 2018 года. Правозащитники рассказали о недостаточном количестве адвокатов в Крыму, чтобы защитить людей, чьи права нарушаются. Координатор Крымсоста Милаташева предложила создать отдельную должность, которая будет отвечать за Украину в Европе. Депутат от Литвы Петрос Ауштрявичу заявил, альтернативы санкциям против России просто нет. Европа не должна допускать компромиссов, а наоборот должна быть солидарна с украинцами и крымскими татарами. А представитель Чехии в своей эмоциональной речи даже перешел на русский. То, что сказал наш уважаемый господин Мустафа, когда мы были оккупированы в свое время. Он выступил против оккупации моей страны, советской армии. К сожалению, президент моей страны, я имею в виду господина Земана, он вызвал публичную уставу, чтобы он сберется с тем, что Крым оккупировали, чтобы Крым принадлежит Россию. Делегаты отметили, что только международная поддержка сможет помочь до оккупации Крыма. Представитель Украины при Европейском Союзе призвал Европарламент поддержать создание международной платформы по деоккупации Крыма. Почти ежедневно в Крыму судят крымских татар. Родные так называемого Ялтинского отдела о терроризме сегодня после длительного перерыва по виде связи с судом Ростова-на-Дону увидели своих родных. А вот в подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма начали рассматривать апелляции по делам про одиночные пикеты. Двум фигурантам уменьшили суммы штрафов, еще двум оставили без изменений. Об этих и других судах в Крыму более подробно расскажет наша Эльвина Сейдбулаева. Военным гарнизонам судей Симферополя собираются родственники адвоката Ялтинской группы по так называемому делу о терроризме. За долгое время сегодня они, хоть и через видеоконференцию с Ростова, наконец увидели своих родных. Это Эмир Усин Куку, Арсень Жипаров, Рифат Алимов, Муслим Алиев, Инвер Бекиров и Вадим Сиру. В зале суда присутствовал ген-консул Украины в Ростове Виталий Москаленко. Все обвиняемые еще раз официально заявили, они граждане Украины. Само заседание так и не началось. Один из адвокатов не успел на него приехать и суд перенесли. Чтобы не нарушать право на защиту Эльвер Ага, судья отложил заседание на 14 число, на 15.00 и следующее заседание будет 15 числа, 15 февраля в 10 часов и на 20 февраля. Жены подсудимых радуются, что хоть так увидели своих мужей. Дело крымских татар сегодня рассматривали и в подконтрольном Кремлю в Верховном суде Крыма. С утра на повестке апелляционные жалобы одиночных пикетчиков. Айдера Зигирьяева и Рустама Аметова. Оба из Жанкоя. В прошлом году они вышли на одиночные пикеты против произвола оккупантов Крыму. За это их оштрафовали, каждого на 15 тысяч рублей. Сегодня Верховный суд частично удовлетворил апелляцию, уменьшил суммы штрафов. Судья изменил с 15 тысяч на 10 тысяч размер штрафа. Практически все ходатайства судья отклонял. Сторона защиты указывала на то, что административные дела нужно прекратить, так как они основаны на незаконных доказательствах. В конечном итоге мы пришли к тому, что судья оставил в силе решение суда первой инстанции, но тем не менее смягчил меру наказания. Еще два дела по одиночных пикетах в этом суде рассмотрели после обеда. Это апелляции Рустама Курчи и Абдульмалика Сусанова. Оба из Кировского района. Их за одиночные протесты ранее суд оштрафовал каждого на 10 тысяч рублей. Их штрафы оставили без изменений. Человек не нарушил. Все нормы, которые он прописаны в рамках статьи 7 о собраниях, митингах и пикетирования он соблюдал. В свою очередь он был привлечен к административной ответственности и, можно сказать, к преследованию со стороны правоохранительных органов. И вообще привлечь лиц, которые вмешались в его личную жизнь, к административной ответственности. А в оккупационном следственном комитете Симферополя не дают покоя Марлену Мустафаеву. Крымского татарина в прошлом году арестовали на 11 суток. За якобы публикацию экстремистской символики в соцсетях еще до аннексии Крыма. Сейчас оккупанты продолжают давление на его семью. Четвертый месяц подряд вызывают на допросы. Вот в очередной раз приглашают одного из родственников, причем на ваше усмотрение, почему-то следователь говорит, что даже не называет, кто должен явиться. То есть на ваше усмотрение мне еще нужно опросить кого-то из ближайших родственников и знакомых. Ну я считаю, что это воздействие, в первую очередь психологическое воздействие на человека, который имеет какую-то гражданскую активную позицию. Согласно уголовно-процессуальному законодательству, следовательно, в течение месяца должна была принять решение. В так называемом Верховном суде Крыма Симферополе сегодня рассматривали апелляцию на меры пресечения Энверу Крошу. Его задержали 25 января в Джанкое, обвинили в распространении экстремистской симфолики в соцсетях и в тот же день приговорили к 10 суткам ареста. На сегодняшнее заседание не смог прийти его адвокат Эмиль Курбеддинов. Он заранее просил перенести рассмотрение дела, однако ему отказали. Поэтому Энвер Крош продолжает находиться в изоляторе временного содержания до воскресенья. Среди всех политзаключенных, удерживающихся в оккупированном Крыму, более половины, а именно 38 человек, крымские татары. Крымско-татарский ресурсный центр обнародовал анализ нарушения прав человека на полуострове за прошлый год. Подробнее расскажет Елена Сыцюк. Только в 2017 году 16 человек оказались под стражей в оккупированном Крыму. 15 из них крымские татары. Глава Крымско-татарского ресурсного центра Эскандер Бариев говорит, за время аннексии Крыма в результате деятельности оккупационных сил 16 человек пропало без вести. 15 из них тоже представители крымско-татарского народа. 13 крымских татар погибло. Только в прошлом году на три жертвы стало больше. Среди них ветеран крымско-татарского движения Веджия Кашка. Она умерла во время так называемой спецоперации оккупационных силовиков 23 ноября. Мы видим, что системность и именно более системную работу со стороны оккупационных силовых структур, которые независимо от месяца, независимо от дат, системно проводят обыски, вызывают на допросы, проводят аресты и задержания. Но вот как раз таки одиночные пикеты, они дали дополнительный всплеск. Допросы крымско-татарских и украинских активистов в Крыму приобрели массовый характер, говорится в докладе. Только в прошлом году оккупанты провели 286 допросов крымских татар и 62 обыска в их домах. 46 человек оказались под арестом. Председатель Меджли Сарифат Шубаров имеет объяснение таких репрессий против коренного народа. По данным мониторинга Крымско-татарского ресурсного центра, оккупанты прибегали и к другим нарушениям права человека. В частности, незаконному этапированию в Российскую Федерацию. Прежде всего, речь идет о фигурантах ялтинской группы, которых обвиняют в терроризме. Также направление активных представителей крымских татар на экспертизу в психбольнице. Например, Ильми Умерова. Кроме того, в прошлом году 5000 крымчан призвали на военную службу в Россию. А это нарушение Женевской конвенции. Чтобы остановить это необходимое международное давление на агрессора. Что сейчас может сделать Украина, это прежде всего информировать местное население об их правах, а также активно работать на международной арене, объясняют Меджлисе. Елена Стыцук, Асан Эминов, Заман, АТР. Крымскому журналисту Николаю Семине вручили орден за мужество российской премии имени Андрея Сахарова. Сейчас Семина под подпиской о невыезде из оккупированного Крыма, поэтому за него награду получил руководитель проекта Крымреалии, на который он и работал. Такой же орден вручили еще одному узнику Кремля, крымчанину Олегу Сенцову, которого в России обвинили в терроризме и посадили на 20 лет. Орден получила его сестра. Также награду получили жена и дочь украинского журналиста Романа Сущенко, которому ФСБ вменяет шпионаж. Сейчас он находится в московском СИЗО. Грозит ему до 20 лет тюрьмы. Роман тоже в курсе об этом. Ему адвокат сказал, что будет награждение. И он был удивлен. Он говорит, я скромный журналист. Я, говорит, не знаю, чем я заслужил. Я ничего не сделала такого выдающегося, чем я заслужил эту награду. Поэтому, говорит, ну, очень приятно было. Я люблю и скучаю, и очень-очень-очень жду папу. Я очень гордый за своего папу, что он очень мужественно там держится. Мы восхищаемся человеческим мужеством. Мы восхищаемся мужеством их как журналистов, как людей, как борцов за слово. И поэтому нам важно оказать им поддержку. Сущенко, который тоже находится в тюрьме сейчас фактически как пленник, у которого фактически может быть очень большой срок. Или Олега Сенцова, понимаете, человек, который забрали фактически всю жизнь. Впервые за 150 лет одновременная суперлуния, полное лунное затмение, голубая луна. За таким уникальным астрономическим явлением наблюдали земляне сегодня после обеда. Наиболее отчетливо три луны видели в России, Австралии, Восточной Азии и США. Не так ярко, но заметно это астрономическое явление было и в Украине, особенно в восточных областях. В последний раз такое лунное трио жители нашей планеты видели в 1886 году. Это все новости к этому часу. Информационный вечер на телеканале АТР продолжается. Оставайтесь с нами. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok